Недавно стало известно, что российский блогер, автоблогер-академик был оштрафован, но он еще не был оштрафован, но, видимо, будет после заседания суда за то, что он нарушил экологические правила и законы. Дело в том, что он на протяжении, возможно, полугода на своем аж третьем, то есть самом маленьком по численности, по-моему, YouTube-канале рассказывает о том, как он борется на своем хуторе в Карелии с бобрами. У него есть хутор в лесу, который он не посещал пять лет в связи с тем, что он занимается своей YouTube-деятельностью и набирает популярность. За это время у хутора, рядом с которым есть озеро, значит, бобры настроили плотин и затопили там пол леса у него рядом, в том числе сам его дом. Приехав туда, он решил разобраться с этой ситуацией и начал активно бороться с бобрами. Он их не убивал, бобров никак не трогал. Он рушил плотины, пригнал туда микроэкскаватор, такой практически детский, значит, там разрывал землю и спилил пять сухостоев. Деревья, которые пострадали из-за затопления, высохли и умерли. Он их спилил, в общем, чтобы они там как-то не мешали. В один прекрасный день видео с участием академика посмотрело местное лесничество и говорит, слушайте, ребят, там выехал на место и оценил ущерб, причиненный лесу академикам, в 600 тысяч рублей. Он нанес ущерб государству, 600 тысяч рублей, тем, что он спилил пять сухостоев и, значит, нарушил ландшафт местности. Плюс ко всему там есть требования по штрафам и так далее. Кроме того, после того, как он это все увидел, он пришел в лесничество и говорит, слушай, ну это еще не все. Там еще природоохранка у тебя будет, скорее всего, и Министерство экологии, потому что ты еще и, значит, бобрам навредел, а не их там, экосистема нарушилась и так далее. И он говорит, что, ну, понимаете, по факту, да, я нарушил как бы закон, но вы понимаете, что вот этот лес, он тут из-за бобров был разрушен, а я хотел сделать там, в общем, культурное место. И вот как бы тут закон, а здесь как бы, ну, логика. Как ты оцениваешь такие действия властей и вообще подобные законы? Слушайте, академик очень талантливый чувак, я смотрю его канал, не то, что я там большой фанат, я просто не очень так глубоко автомобильной тематикой увлекаюсь. Не совсем хватает времени, да, на все эти вещи. Но, тем не менее, я не едино же смотрел его ролики, я знаю, что он имеет очень большую популярность в сфере вот этой автообзоров, там, как-то автомобильной тематики. Ну, между тем, да, вот эта позиция очень многих блогеров, в том числе, если помните другой автообзор, Эрик Давыдович, чувак, который отжимается полторы тысячи раз, или пресс он делает, короче, ну... Приседает. Приседает, конечно же, приседает. Нет, там и отжимается, и пресс там, по-моему, все в списке. Вот люди, которые до определенного момента говорят, и мы политикой не интересуемся, это не наше дело, мы вообще туда не лезем, а политику очень себе даже лезет. Один отсидел, сколько, два-три он отсидел, Давыдович, да? Около трех лет. Около трех лет он отсидел. Академик, ну, вообще, ну, казалось бы, да, какая опасность для власти, ну, просто, ну, вообще не лезет в эти дела. А сейчас опачки и штрафа, ну, а может быть и больше. Вы должны понимать, что тема экологии, да, тема, там, вырубки леса, особенно, если мы говорим о, значит, регионах центральных, это все-таки очень серьезно наказывает, в том числе до уголовной ответственности. То, что у нас запрещено сухостой рубить, хотя это достаточно абсурдная вещь, это, знаете, как власть хочет создать видимость заботы, да, видимость своей какой-то кипучей деятельности, вот якобы помогает природе на то, что у нас Сибирь вырубается просто по беспределу, и в Китай вывозится тысячами гектар, просто уничтожается, а потом все это поджигается, чтобы скрыть последствия рубки. И это никого не интересует. Вот запретить гражданам, значит, где-то, да, просто люди же, понимаете, в бедных, нищих регионах, они просто греются этим деревом. У них нету возможности газовой себе поставить какие-то котлы, потому что у них просто не газифицированные регионы, и уголь есть не везде. Поэтому единственная возможность, это вот пойти, значит, хворосты, как говорится, на братья, 21 век, это супердержава, сверхдержава, Российская Федерация. И в конечном итоге они приняли закон, единственный положительный закон за 2019-2020 год, разрешили валежник собирать, валежник. И то, там, над этим законом, просто там драки чуть ли не было в депутатской среде, по всем регионам, в том числе в Государственной Думе, они, значит, единороссы сражались, что такое валежник? Это вот дерево, которое само упало, или которое вот почти падает, или которое все-таки очевидно умерло, его можно спилить, срубить. Чтобы вы понимали, при Советском Союзе были лесхозы, то есть специальные, специализированные учреждения, которые должны были лес чистить. Они должны были вот этот сухостой убирать, и валежник вот этот вот лес чистить, это же в том числе противодействие распространению огня. Потому что когда у тебя куча сухостой, ну, очевидно, что лес сгорит гораздо быстрее, потому что это моментально будет вспыхивать, и быть в том числе причиной источником пожара. Если там молния или что-то, какие-то там туристы не совсем, значит, правильно себя ведут в лесном массиве. Ну, просто чувака сейчас нагибают, естественно, какая у него будет реакция. Он скажет, слушайте, ну, наверное, зря я, может быть, политикой не интересовался. Наверное, зря я, может быть, все-таки на протяжении многого времени, многие вещи, которые мне неприятны, не выносил в интернет-сферу. Просто какую власть политику преследует. Они же знают, что у него миллионные просто аудитории, что он очень может, очень нагадить-то власти, очень испортить им жизнь. Однако вот это чувство безнаказанности, Роскомнадзор, какие-то там, значит, Министерства экологии, какие-то прокуратуры там природоохранные, ну, там просто десятки заинтересованных контролирующих органов властных, которые могут сейчас испортить ему жизнь. Я под впечатлением, да, от того, что я слышу, да, и вот это очень показательно, да, говорит о том, что ты политикой не интересуешься, а политика тобой интересуется. Создается такая объективная реальность, которая будет перемалывать не только каких-то там граждан, каких-то непонятно где находящихся, она и тебя в любой момент может коснуться, вот как сейчас в данном случае это происходит. Ребята, а учитывая тему бобров, для нас это вообще, это просто, ну, самая насущная тема. Дело в том, что у нас внутри нашего региона есть, знаете, как тут общественник называет, как это, группа, группировка бобров. И дело в том, что лидер саратовских единороссов Николай Васильевич Панков, депутат Государственной Думы, он тут ведет активную блогерскую деятельность, за которой следят очень большое количество людей, в том числе мы, и он периодически снимает видеоролики про бобров. Отсюда, собственно, и взялась вот эта аббревиатура, учитывая, что мы все-таки конкуренты на выборах в Государственную Думу, коммунисты, единороссы, да, все-таки Саратовская область, да, мы, конечно, будем освещать всех их, и в первую очередь Николая Васильевича Панкова.